Вятские старости В этот день, сто лет назад, вятские газеты писали Многие пивные в городе, как это было уже зарегистрировано, служат в то же время и тайными притонами В полиции первой части обнаружен притон при пивной Жигулевского товарищества в доме Пупырева на Пупыревской площади Содержимый продавщицей Прозоровой, которая, кроме того, продавала в квартире водку и пиво по ночам На Прозорову составлен протокол, и пристав делает представление губернатору о закрытии пивной притона Кражи в Старой Вятке были весьма привычным явлением Подробности в газете «Вятская речь» Крестьянин Волков около 9 часов утра пришел в приемный покой губернской больницы, оставив пальто на вешалке в Швейцарской Когда около 12 часов дня Волков вышел из приемного покоя, то пальто на вешалке уже не оказалось Оказывается, проблема честных выборов возникла давно Уже 100 лет назад эта проблема волновала жителей Вятки Вот что по этому поводу можно было узнать из газеты «Северное слово» того времени По городу неизвестно кем распространяются маловероятные слухи о том, что и вторичные выборы гласных городской думы будут отменены Благодаря протесту нескольких недовольных лиц, в том числе Косарева Поживем-увидим, но любопытно то, что для отмены выставляются настолько мелкие и малоосновательные доводы, что только руками приходится развести Интересно, что отмены выборов желает как раз та группа избирателей Которая протестовала в свое время против отмены предыдущих выборов, считая это за проявление неуважения к правам и голосу избирателей Теперь та же самая группа свою точку зрения на права и голос избирателей изменила Ветские старости